Сегодня в начале нашего служения я хочу прочитать местописание Евангелия от Матфея, 4 глава, 1 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Вот этот стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Это случилось сразу же после того, как Иисус Христос принял крещение, когда Дух Святой сошел на него. И вот мы читаем о том, что был возведен духом в пустыню и с определенной целью для искушения от дьявола. Вы знаете, когда прочитываем, я думаю, этот стих, он относится только к Иисусу Христу. Именно когда Дух повел в пустыню для искушения от дьявола. Потому что читаем мы Писание и видим послание Якова. Мы читаем 1 глава, 13-14 стихи. «В искушении никто не говорит «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть наши искушения, наши переживания, они исходят из нас, от нас самих. Потому что наши желания, наши влечения, они порой заставляют нас страдать. И страдать по одной причине, потому что мы видим, что это не соответствует воле Божьей. Мои желания, мое поведение, оно не соответствует воле Божьей. И это доставляет, естественно, очень большие страдания. Но здесь мы читаем, что Иисус Христос возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И вот интересно, если мы размышляем, если Христос был Богом, то что Ему искушаться? Ведь Бог, Он не согрешим, Он всегда делает так, как нужно. Но Иисус Христос, Он находился в то время в человеческом теле. Это тело также самострадало, переживало. И я думаю, эти искушения, они нужны были прежде всего для нас, для тех людей, которые в своей жизни обратятся к Иисусу Христу, видят в своей жизни Иисуса Христа. И здесь, в этих искушениях, мы увидели, когда мы прочитываем, дальше вы прочитаете, я думаю, в свободное время, сейчас я не буду это перечитывать, здесь именно момент, что Иисус Христос был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. И дьявол в определенное время, когда Иисусу Христу было тяжело, он к нему подступил. Но поражает то, что Иисус Христос все нападки сатаны отбивал Словом Божьим. И здесь независимо от того, что он чувствовал. Ведь 40 дней из 40 дней ничего не есть, ничего не пить, это, я думаю, тяжело, и человеку это не под силу. Но Иисус Христос все это вынес, и в это время к нему подступил сатана и искушал его. Но Иисус Христос все его нападки отбил одним словом – написано. Поэтому для того, чтобы нам в своей жизни, если есть такое большое желание, бороться с грехом и бороться с искушениями, нужно насыщаться прежде всего всего Словом Божьим. В определенные моменты жизни это слово всегда приходит на ум. Оно заставляет размышлять, и оно дает силы бороться со злом, бороться с грехом. И в этой ситуации мы увидели, видим, что Иисус Христос победил, что Иисус Христос верен. Я хочу прочитать еще место Писания, это слова Иисуса Христа. Победа Иисуса Христа заключена в этих словах, я думаю. Потому что, смотрите, Он говорит иудеям, «Я ничего не могу творить сам от Себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Иисус Христос говорит это иудеям. Иисус Христос это провел через всю свою жизнь. Он взошел на крест Голгофский по воле Отца, по своему желанию, ради нашего с вами спасения. И вот это место, оно как раз показывает, что Иисус Христос верен всегда и во всем. И когда людям говоришь об Иисусе Христе, вы знаете, очень, может быть, сегодня есть в собрании такой друг, который пришел, может быть, первый раз услышать Слово Божье, то вы должны знать, что Иисус Христос верен. И как Он обещал простить, Он прощает. Как Он обещает дать жизнь вечную, Он ее дает. Мы пока этого не видим, но мы живем верою, потому что Иисус Христос всегда говорит и действует, как Его учил Отец Небесный. И в этом наше спасение, в этом спасение каждого человека, обратившегося к Нему. Очень больно, когда говоришь людям о Христе, и они говорят, нет, кого угодно может спасти, только не меня. И у меня несколько было друзей, которые уже ушли в вечность и так и не поверили Иисусу Христу. То вот сегодня как раз обращение к тем, которые, может быть, еще не решились доверить свою жизнь Иисусу Христу, то обращение сегодня к вам. Иисус Христос был искушен от дьявола. Он победил, и Он верен всегда и во всем. А нам пусть Бог даст сил также следовать Его по Его стопам, Его путями и проявлять верность, как и проявил Иисус Христос. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok